Добрый день, уважаемые коллеги. Сложный, конечно, у нас период сейчас, но ничего, мы будем помогать друг другу. И на все вопросы, которые вас интересуют, мы сейчас попытаемся ответить. Я думаю, что первые вопросы это будут касающиеся лаборатории. Результаты с разрывом в один день. Хотя бы 4-5 дней должен быть разрыв. Потому что с разрывом в один день вы просто грузите нас работой нецелесообразно. Самотеление в одной палате с поздравницей Барановой, которую перевели к вам и посвященной коды. Сейчас на лыскоробе за 5-10-18 апреля. Значит, лейкошицы 5, слоя 27, палочек 4, тромбошицы 285. Пока, учитывая все используемые антибиотики, предлагаю на 3 дня дать монотерапию. Девятого числа в черве поступало в тяжкому стану. Знедушено показниками ситуации. Проявлено дыхание недостаточности. Тому было специализовано реанимационное литинание. Чекаем на повторное обстежение у женщины. Вона с позитивной динамикой. Как она дыхает? Вы сказали, что 2 недели она не могла дыхать полностью на все годы. Как сейчас? Зараз дыхает на полный грудь. Зменшилась дышка на хуйню кисневой терапии, респираторной поддержки. Легене у женщины дыхают. Есть позитивная динамика и лабораторная, и клиническая у женщины. Зменшивали фракцию поступово. Зараз женщина дыхает без кисель. В надзвучайном режиме працюем спочатку с 14-го, с даты, когда поступила первая пациентка из Першотравенская. С 14-го числа мы начали массовое тестирование пациентов на ковид методом ПЦР, после того, как запустили оборудование. На сегодняшний день до 100 проб, иногда и больше, мы обрабатываем за день. Работаем мы без выходных, иногда до часу ночи и дольше. Побыстрее выдать результаты, для того, чтобы они до них дошли, чтобы они имели все лабораторные данные максимально. Поэтому, конечно, это очень важно. Продолжение следует...